Новый весенний киносезон 24-го года обещает множество хороших фильмов. Тут вам и динамичные боевики, научно-фантастические проекты и еще много всего интересного. И для того, чтобы не потеряться в таком разнообразии, вот несколько свежих фильмов, которые вышли совсем недавно. А если вы хотите не только смотреть фильмы, но и научиться делать классные видео, то устанавливайте Filmora 13 от Wondershare. В нем есть искусственный интеллект, который сделает всю неинтересную и грязную работу за вас. Этот умный искусственный интеллект может анализировать контент и решать скучные задачи, писать сценарий, придумывать название или описание к видео. Также есть функция помощника Капилот, позволяющая отредактировать видео именно так, как хотите вы. А если ваше видео тусклое и не вызывает эмоций, то в Filmora есть функция автокоррекция цвета. Одно нажатие и видео становится невероятно сочным и выглядит просто изумительно. Хотите всегда оставаться в центре внимания? В этом вам поможет функция автоматической центровки вашего персонажа. Filmora 13 также прекрасно работает и со звуком. Она удалит лишний шум из видео и паузы, в которых вы ничего не говорите. А это, поверьте мне, сэкономит просто кучу времени. Также искусственный интеллект может сгенерировать музыку под настроение вашего видео, чтобы оно стало еще интересней. А еще поможет создать симпатичную обложку. Которая не только привлечет внимание более широкой аудитории, но и повысит узнаваемость видео. Создавайте свои гениальные видео легко и непринужденно. Скачивайте Filmora 13 и делайте монтаж без лишних движений. Все ссылки на скачивание ждут вас в описании. Территория зла Американский экшн-триллер, где главные роли исполнили Рассел Кроу и Лиам Хемсворт. Сюжет следует за офицером-новичком, который отправляется на Филиппины в составе американского подразделения Дельта. Но операция идет не по плану и вскоре отряд попадает в ловушку, оставшись без оружия и в окружении врагов. Их единственным средством связи и шансом на выживание становится беспилотник, которым дистанционно управляет капитан Эдди Риппергрим. И он сделает все для того, чтобы военные выбрались из этой передряги. Хоть в фильме и используются самые современные военные гаджеты и действие разворачивается в наши дни, лента стилизуется под классические боевики времен рассвета жанра 80-х годов. Стальная хватка Спортивная драма, основанная на биографии профессионального рестлера Кевина Фонериха. Также это правдивые события неразлучных братьев, которые смогли войти в историю. Несмотря на большую конкуренцию в мире профессионального рестлинга в начале 80-х годов. Под тенью своего властного отца и тренера по совместительству братья не только сражаются на ринге, но и пытаются бороться с проклятием Фонериха. Казалось бы, Стальная хватка – идеальный пример оскароносных наград, основанный на невероятной реальной истории фильм с выдающимися актерскими работами. Но, увы, то ли из-за позднего декабрьского релиза, то ли из-за отсутствия соответствующего продвижения картина прошла мимо крупных премий. Теперь создателям остается лишь утешать себя зашкаливающей зрительской любовью. Код 8, часть 2. Продолжение научно-фантастического боевика 19-го года Джеффа Чана, повествующего о молодом человеке со сверхспособностями, попадающего в криминальный мир, чтобы заработать денег на лечение больной матери. Действие разворачивается в будущем, где часть земного населения имеет различные сверхспособности. Однако при этом они живут в бедности и изгнании. По словам режиссера, продолжение, как и первая часть, имеет жанровые атрибуты, позволяющие задать серьезные общественные вопросы о мире, в котором мы живем. Во второй части главный герой выходит из тюрьмы и пытается начать жизнь с чистого листа. Однако избежать неприятностей у него не получается, так как он решает помочь 14-летней девочке отомстить за смерть ее брата, который был убит коррумпированными полицейскими. Одна жизнь Это британская историческая драма о сыре Николасе Джорджу Уинтоне, спасшем от нацистов 669 детей. Однажды, оказавшись в Праге во время Второй мировой войны, он сделал все, что от него зависело, чтобы спасти сотни детей. Свою тайну он хранил около 50 лет. Но однажды его жена нашла записную книжку, где содержались адреса семей, приютивших спасенных детей. В итоге архивы оказались в руках телевизионного шоу на BBC. Уинстона пригласили в телестудию и попросили сесть на одно из мест в зале. Он и не подозревал, что вместе с ним там сидят те самые ребята, которых он когда-то забрал у смерти. События будут происходить в двух временных пластах. В середине прошлого века Николаса сыграет Джонни Флинн, а в конце 80-х на пике неожиданного признания Энтони Хопкинс. Космонавт Научно-фантастическая драма Йохана Ренке, основанная на романе «Космонавт из богемии» Ярослава Калфоржа. По сюжету чешский астронавт отправляется в космос, чтобы исследовать таинственное облако пыли на краю Солнечной системы. Это сложная и опасная миссия, где ему предстоит выполнить ее в одиночку. Единственное его утешение – это регулярные видеозвонки своей жене, которая однажды сообщает ему, что хочет с ним развестись. Оставаясь в полном одиночестве, опустошенный астронавт оказывается на грани безумия, но неожиданно понимает, что в темном углу его космического корабля обитает какое-то существо. Несмотря на актерский состав, получилось технически впечатляющее, но сюжетно невнятное кино. Этакая визуальная поэма, где ей не хватает действий. Впрочем, вряд ли такая критика остановит фанатов каста и особенно ценителей серьезных ролей Адама Сэндлера. «Дьявол в деталях. Дело Миранды» Это криминальная драма, сюжет которой основан на реальном преступлении, произошедшем в 63-м году в Америке. Молодая женщина Три Швейер была похищена и жестоко изнасилована Эрнеста Мирандой. Девушка решает во что бы то ни стало посадить преступника, но сталкивается с безжалостной правовой системой. Все дело в том, что арестованный за изнасилование сознался на допросе в преступлении. Но ловкий адвокат обвиняемого нашел серую зону и сумел доказать, что любые признания без присутствия юриста должны считаться недействительными. Произнесенная при аресте фраза «все, что вы скажете, может быть и будет использовано против вас в суде» помогла решить юридический конфуз. «Дьявол в деталях» – скромный по голливудским масштабам, но проникновенный и напряженный драматический детектив с внушительным актерским составом. Вместе с Бреслин на экране появятся Райан Филлип, Кайл Маклахлин, Дональд Сазерленд, Энди Гарсия и Лю Хуилсон. «Бедные несчастные» Американская фантастическая мелодрама и история любви о научной смелости викторианскую эпоху от Йорга Салантимаса. Сэммой Стоун, Марком Руффало и Уильямом Дефо. А также это экранизация одноименного романа Алаздера Грея. Это невероятная история Беллы Бакстер – молодой женщины, возвращенной к жизни ее мужем, гениальным ученым-новатором Годвином Бакстером. Под его зорким взглядом Белла заново постигает жизнь. Она жаждет увидеть мир и наверстать все упущенные прежде возможности. Вместе с любвеобильным адвокатом Дунканом Ведерберном она отправляется навстречу приключениям по континентам, освободившись от предрассудков своего времени. Фильм приковал к себе внимание сразу же после премьеры. Картина шокировала аудиторию дерзким сюжетом о женской эмансипации и причудливым арт-дизайном, после чего получила главный приз на Венецианском кинофестивале. Аргайл Супершпион Британский шпионский боевик Мэтью Вона основан на одноименном романе Элли Конвей. Сюжет строится вокруг писательницы Элли. Специализирующийся на шпионских детективах и предпочитающая вести затворнический образ жизни. Героиня редко выходит из дома, а свои романы пишет в компании любимого кота по кличке Алфи. Когда сюжет ее очередной книги про агента Аргайла каким-то образом начинает пересекаться с реальностью, на писательницу начинается охота. Вместе с котом и шпионом, у которого аллергия на кошек, Элли покидает свой дом и отправляется в путешествие по всему миру, чтобы быть на шаг впереди убийцы. Теперь границы между реальным и вымышленным постепенно стираются. У создателей большие планы на данную работу. И планируется, что Аргайл станет лишь первой частью новой серии фильмов. Команданты Итальянский биографический фильм, действие которого происходит в октябре 40-го года во время Второй мировой войны. Главный герой – капитан итальянской подводной лодки Сальваторе Тодоро. Вопреки приказу, он принял решение спасти экипаж атакованного им вражеского судна. Отбуксировав шлюпку с моряками в ближайший порт, как и требует морской закон. Капитана спросили, как он осмелился нарушить приказ командира. «Просто у него нет, как у меня за плечами, двух тысяч лет цивилизации», – ответил Тодоро. Это фильм о том, что в условиях войны человек должен оставаться человеком. Сражаясь с врагами, по-настоящему сильный человек всегда помнит, что они тоже люди. Дева и дракон Американский фэнтезийный боевик от режиссера «Зомби-апокалипсиса» 28 недель спустя Хуана Карлоса Фреснодилья. Фильм переосмысляет средневековые легенды и расскажет о благородной девушке, которую планируют отдать замуж за принца. Героиня соглашается на выгодный брак, но в последний момент узнает, что на самом деле ее хотят принести в жертву злобному дракону. Чтобы спастись от верной гибели, принцессе предстоит справиться с кровожадным существом и выбраться из его логова. Помимо звезды «Очень странных дел», в темном фэнтези можно будет увидеть Анжелику Бассет, Робин Райт, Ника Робинсона и многих других. Это были новые фильмы, которые уже вышли в хорошем качестве. И если вам понравилось это видео, тогда не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, ну и нажимать на колокольчик. И всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok